Не восхититься звучанием этого инструмента просто невозможно с одним условием, если им мастерски владеет музыкант. Здесь крайне важна техника, сила ударов, амплитуда взмаха, чередование рук, правильная постановка корпуса исполнителя и множество других нюансов. Школа мастерства под руководством талантливого педагога Николая Нерейска прошел Владислав Дыбль, выпускник детской музыкальной школы номер один, а ныне студент Брестского государственного музыкального колледжа имени Григория Ширмы. Никогда не ставил под сомнение, будет ли продолжать заниматься искусством. Юноша отлично владеет ксилофоном, маримбой, малым барабаном и виброфоном. Своё мастерство он демонстрировал неоднократно на конкурсах, занимал призовые места. Получая музыкальное образование, он продолжает совершенствоваться. Победа на недавно прошедшем Санкт-Петербургском детском и юношеском конкурсе исполнителей на ударных инструментах стала наградой за стремление и труд. Обязательное произведение на первом туре это был бах, потом было произведение на выбор из списка для тура, вот из него был блюз фор Джилберт, на второй тур была полностью свободная программа. Одно из произведений, которое мне когда-то очень понравилось, я попросил преподавателя найти ноты, и вот мы как-то его играли и решили его поставить. А второе, мы очень долго с преподавателем думали, какое произведение взять, потому что в репертуаре было много произведений, которые можно было старые вспомнить, новые выучить. Но он сказал, что это произведение более содержательное, в нем больше можно показать себя и технически, и музыкально, и фразировочно. Но задолго готовился до конкурса самого? Ну, как бы к самому конкурсу мы готовились с лета. Такой серьезный подход к делу воспитывает в своих учениках Николай Нерейско, а как иначе, если хочешь, иметь результат. За 30 лет преподавания он зарастил не одно поколение талантов. Со своими учениками музыкант-наставник выступал во Франции, в России, Украине, Латвии, Эстонии и Польше. Педагог уверен, конкурсы – хороший способ совершенствоваться и обмениваться опытом. Ребятам всегда интересно посмотреть, как в других странах играет, как в других городах престижных, показать себя. То есть это всегда стимулирует для какого-то роста, ну и особенно вот в ансамбле тоже большое дело, что когда они смотрят друг на друга в ансамбле, они, конечно, тянутся друг за другом, и поэтому как бы так вот такие, в том числе и результаты благодаря ансамблю. С победами вернулись и другие ученики Николая Нерейска, что говорит о высоком профессионализме наставника. В открытом конкурсе в Санкт-Петербурге, очень представительном, очень серьезном, достаточно сказать, что он состоял из трех туров. И приятно, что в своей номинации, в своей возрастной группе Пыжик София стала лауреатом первой премии. Вот и провела очень благоприятное впечатление на очень представительное жюри. В дальнейшем наши дети собираются продолжать участие в конкурсах. Скоро в феврале собирается наш образцовый хоркан принять участие в международном конкурсе, опять же таки в Санкт-Петербурге. Другие коллективы, есть уже приглашение в Вену. Старания и стремления музыкантов учреждения образования налицо, а потому сомнений не возникает, новые победы не за горами. Так уж у них заведено ни секунды на месте, ни шагу назад, только вперед. Спасибо. Спасибо.